Женщины объединяются на выборах президента США. Там нашлась очередная жертва домогательств Трампа. Уже 11-е, только за октябрь. На этот раз откровенную историю мы услышали от порно-актрисы Джессики Дрейка. Она припомнила, что лет 10 назад Дональд Трамп позвонил ей и предложил интимную встречу в обмен на 10 тысяч долларов. Но в ответ получил отказ. Девушка была настолько затронута ее чувством, что она не смогла забыть о случившемся до сих пор. За несколько месяцев последних таких интимных историй мы услышали множество. Актриса Сальма Хайк, например, также добавляет, она с удовольствием делится с прессой историей телефонных домогательств Дональда. Хайк не скрывает своего негативного отношения к кандидату. И когда-то она даже избила пиньяту в форме Трампа, это кукла из папье-маше. Также внесла свою лепту и учительница йоги Карен Вирджиния. Правда, история снова из прошлого, именно 98-го года, то есть еще до свадьбы с Меланией, которая в 2005-м произошла. Ну а сам Трамп отрицает свою вину в сексуальных домогательствах и обвиняет Хилари Клинтон в подкупе. Также он обещает засудить каждую женщину за клевету в ходе его предвыборной кампании. Но, кстати, начало секс-скандалов было положено 8 октября, когда опубликовали запись, где миллиардер откровенно хвалится своими успехами на любовном фронте. И несмотря на все скандалы, Дональд Трамп уверен в своей победе. Он даже успел составить программу на первые 100 дней своего президентства. В планы кандидата от республиканской партии входит пересмотр соглашения свободной торговли нафта. А также Трамп заявляет, что отменит все неконституционные действия Барака Обамы. А именно он намерен выслать 2 миллиона нелегальных мигрантов и отменить выдачу виз тем странам, которые не захотят принимать их обратно. Вот такие конкретные меры от Трампа. Программа «100 дней буквально». Алик Болдуин в роли Трампа, а Кейт Маккьюн в роли Клинтон. Новая звездная пародия на кандидатов появилась на американском шоу «Saturday Night Live». Том Хэнкс играет роль журналиста на дебатах и задает самые злободневные вопросы. Кандидаты каждый в своей особенной манере отвечают как могут. Актеры справились блестяще. Если не присматриваться слишком пристально, то пародию от реальных кандидатов к президенту отличить крайне сложно. Продолжение следует... Mr. Trump, it has become very clear that you're probably going to lose. Correct.